НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, НАПК, битва аббревиатур продолжается. И на этой неделе к уже традиционному выяснению антикоррупционных отношений добавилась еще и миграционная служба. Одни заявляют, что разоблачили агента НАБУ на провокации взятки. Другие уверяют, что это была никакая не провокация, а спецоперация. Да и вообще любые претензии называют исключительно черным пиаром. Эмоции так зашкаливают, что ситуация похожа уже просто на теледраму. Кстати, примерно так ее и охарактеризовал президент Украины Петр Порошенко. Я цитирую, шума и перьев столько, что действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. И вот посудите сами, второй день все спорят о том, что опять случилось с НАБУ. Но конкретных фактов до сих пор не так уж и много. Зато обвинений уже хватит на несколько месяцев. Какие все-таки факты удалось установить к сегодняшнему дню? Вот давайте посмотрим. Поймай меня, если сможешь. Непримиримая антикоррупционная борьба в Украине все больше напоминает закрученный сюжет шпионской саги. Блокбастер этой недели СБУ, НАБУ и она. Замглавы миграционной службы. Все началось в среду вечером. Сотрудники СБУ задержали агента НАБУ за склонение к взятке. Главная жертва денежных домогательств Дина Пимахова. Уже в четверг она вышла к журналистам. Он начал предложить решение вопроса о поддержке незаконной легализации иноземных граждан на территории Украины. На что я отмолила. История отношений Пимахова и агента НАБУ под прикрытием началась полгода назад. Сперва общение ни к чему не обязывало. Но потом новый знакомый якобы стал провоцировать замглавы миграционной службы на получение взятки. За украинские паспорта для граждан Вьетнама и Ирана предлагал взятку. 15 тысяч долларов. Однако Пимахова от этих денег отказалась и обратилась в СБУ. Там начали слежку и прослушку. И в конце концов взяткодателя задержали. Но в НАБУ сразу заявили, их сотрудник работал под прикрытием. А взятка была частью спецоперации вместе с САП. В срыве спецоперации НАБУ обвиняет СБУ. Тем временем в Генпрокуратуре говорят, ситуация неоднозначная. Мол, действия агента НАБУ – это уголовное преступление. С моей точки зрения, это аморальные и незаконные действия. Думаю, что никто не хотел бы, чтобы в нашей стране месяцами агенты пробовали выдавать через гаилку секс или наркотики те или иные слова от любого. Но и чиновница миграционной службы не так чиста, как кажется. И за первую услугу для агента НАБУ деньги все-таки взяла. Эти разговоры в общий доступ выложила НАБУ. На записи сотрудница миграционной службы Пимахова предлагает иностранцу прописку в Украине за 30 тысяч долларов. Была ли коррупция в действиях чиновницы и склонял ли ее к взятке тайный агент? С историей коррупционного искушения теперь будут разбираться дальше. А пока в НАБУ заявили – все спецоперации под прикрытием сорваны. Ну а агенту НАБУ светит до 7 лет лишения свободы. Продолжение следует...